Всем огромный привет! Снимаю сегодня новое видео о своем заказе Avon по 16 каталогу. И давайте начнем со средств по уходу за волосами. Очень была выгодная пропозиция в каталоге и я воспользовалась, естественно, заказала линейку Advanced Techniques. Моя любимая линейка, называется Роскошмасел. А, драгоценные масла, да, как-то так. У меня были и бальзамы, и шампунь, и средства не смывайка. И маме моей очень нравится бальзам из этой линейки, поэтому, когда я увидела пропозицию эту, то я, естественно, воспользовалась. Что входило, значит, в этот набор? Это был набор, который, покажу вам сразу, продавался вот в такой огромной коробке. Пришел, упакованный в такую огромную коробку, можно как и подарок, ну, собственно говоря, оно, наверное, и продумано как подарок. Ну, а что же было в этой коробке? Значит, это был шампунь, это был бальзам, кондиционер, точнее, все это линейка драгоценные масла. Еще раз повторюсь. И вот такого средства у меня, кстати, не было. Это какая-то сыворотка для интенсивного блеска волос. Я ранее не пользовалась, не заказывала ее, мне теперь очень интересно попробовать. И еще вот такое вот несмываемое средство. Это двухфазная такая, двухфазный кондиционер, или как это назвать, по типу как Глискур продается во всех магазинах. Так, и вот этот от Avon, вот эта двухфазная несмывайка. Бальзам, кондиционер, это я маме отдам, и все остальное оставлю себе. И что я могу сказать про эту линейку? Во-первых, у нее очень приятный запах. Во-вторых, она очень классно действует на волосы, увлажняет их, смягчает, они такие приятные на ощупь делаются. И, кроме того, они долго сохраняют вид свой чистыми, поэтому полностью меня устраивает. Запах просто обалденный, просто вот я его опять нюхала. Он пахнет не то медом, не то каким-то фруктовым медом, не то вареньем, вот не могу даже сказать чем, но очень приятный запах. И мне очень будет интересно использовать вот эту вот маску, сыворотку, потому что ранее я ее не заказывала. Очень довольна этим набором. Он стоил, по-моему, 199 гривен по ценам каталога. 199 гривен за 4 средства по ценам каталога, и плюс еще скидка для консультантов, поэтому очень недорого, я очень довольна. Так, далее по уходу за лицом заказала много средств, потому что, во-первых, давно хотела попробовать линейку Nutra Effects. У них очень много кремов разных, по типу разных, для разных возрастов. И меня давно интересовало это, но никак не доходили руки заказать. И вот я решила заказать крема Nutra Effects, антивозрастной уход, уход 35 с плюсом, хотя я там годика полтора не дотягиваю до этого возраста. Но я думаю, ничего страшного. Очень-таки пришли симпатично запакованные кремушки в картонной упаковке, в фольге. Здесь ночной крем и дневной крем. Дневной крем SPF 20 содержит. Попробую, посмотрю. Я не знаю, кстати, как кто пользовался, может, Nutra Effects линейками по уходу за кожей. Я не знаю, как вам. Мне вот очень интересно попробовать. И написано, что подходит для чувствительной кожи и гипоаллергенен, и не содержит парабены и красители. Посмотрим. Не знаю, состав не анализировала, но вот очень интересно будет использовать. Вообще, позаказывала вот таких вот новинок на пробу в этом заказе, так скажем. Поэтому довольна. Так, следующий набор тоже не оставил меня равнодушный. Он очень недорого стоил по цене каталога. Здесь несколько миниатюр, поэтому вышло недорого. По-моему, тоже 199 гривен за набор. Но суть в том, что здесь это линейки их Avon New Clinical. И здесь три вот такие миниатюрки кремов и сывороток. Далее вот такой вот крем для кожи вокруг глаз. Он в таком вот виде всегда продается в каталоге. То есть в таком полнометражном, так скажем, размере. И маленькая такая бутылочка очищающей воды для лица. Все это призвано бороться с возрастными изменениями. Но не вижу для себя в этом ничего такого страшного. Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь. Три вот таких вот миниатюрки. Первое это петяговальный крем для облыча лифтинг из Митснаня. Так, подтягивающий крем для лица. Дальше ночная маска для лица за защитой и обновлением. Так, и третья миниатюрка. Это корректирующая сыворотка для лица. Ровный тон и ривный тон из Митснаня. В таких милых коробочках здесь такие маленькие тюбики. Я сейчас вам покажу. Но протестировать продукт очень даже удобно. Вот такие совсем маленькие миниатюрки. Сколько здесь? Наверное, 10 миллилитров, что ли. Да, 10 миллилитров. Вот такие вот небольшие вот тюбики. Здесь даже какие-то написаны инструкции к использованию. Но я не читала. Здесь в каждой коробочке она есть. Если нечем заняться, можно почитать. Так, вот три таких миниатюрки. Крем, сыворотка и маска. Да, буду пробовать. Дальше крем Энью. Лифтинг и укрепление. Система 2 в 1 для кожи вокруг глаз. Крем и гель. Это знаете, кто пробовал. Я не заказывала, кстати. Но я видела в каталоге, как выглядит это такой крем. Там баночка разделена на две части. И в одной части крем, в другой части гель. Ну, попробую. Интересно, почему бы не протестировать. Вообще Энью редко заказывала. Поэтому интересно попробовать. Так, это сюда вставляем. Это тоже. И водичка здесь очищающая вода для лица. Для всех типов кожи. Но я так понимаю, что это что-то вроде мицеллярной жидкости. Как-то так. Тоже у меня не было. Тоже протестирую. Так, и следующее покажу по части декоративной косметики. Мне нужен был корректор. Я там смотрела в каталоге Эйвен. Несколько видов корректоров было. От Марк. Потом Эйвен Тру, по-моему, еще там линейка. Но я выбрала вот такой вот корректор. Марк. Это Нюд Мэтт. Самый светлый их оттенок. Там светлый, чуть потемнее. Я заказала светлый. Еще не пробовала пользоваться. Не знаю. Протестирую вам, расскажу. Здесь такой светлый. Совсем светлый. Вот. У меня даже чуть бежевый по сравнению с рукой. Но я думаю, что на лице он будет нормальный. Тем более, он так впитывается, растирается и под глаза. Да, он нормальный. Он сразу сравнялся с цветом кожи. И не видно его теперь. Думаю, неплохой будет. Потому что у меня мой старый корректор. Вот такого типа. От Эвелин, которому уже много лет. И я уже как-то не хочу им пользоваться, честно говоря. Так, и теперь идет моя любимая тема. Это парфюмы. Я в предвкушении зимы. Я всегда стараюсь себя радовать какими-то такими условными штуками. По каталогам Эйвен как-то вот летом я заказывала разные их очень приятные гели для душа. Вот на зиму я всегда такими условностями себя радую. Я заказала свой любимый поистине зимний парфюм. Я вам сейчас его покажу. Это вот такие вот 30 мл парфюма Today. Это их линейка Today, Tomorrow, Always. И в прошлом году я заказывала себе на пробу миниатюрку 10 мл Today. И мне очень понравился этот парфюм. Просто оно безумно понравилось. Я использовала 10 мл за зиму. Всю эту маленькую бутылочку. И ждала опять зимы. Опять поздней осени, чтобы заказать аромат. У меня вот ассоциируется с зимой. Потому что это такой глубокий, цветочный, обволакивающий. Это даже не сладкий. Типа вот у них есть аромат, например, ванильный. Как-то там называется. Не ванильный, а Silky Soft Mask, по-моему, называется. Да, ванилью, по-моему, пахнет. Вот он именно теплый такой сладкий аромат. Как кондитерский. Знаете, так позиционируется. А этот вот именно обволакивающий, цветочный, зимний, шикарный такой бархатный, глубокий аромат. Вот у меня ассоциируется с каким-то таким букетом цветов осенних, поздних осенних цветов. И очень классный аромат на зиму. Я им сразу в комнате, в комнате, в воздух, в комнате воздух парфюмировала, или как это назвать. Приятно было его услышать опять. Вот он у меня ассоциируется с зимой. И я его заказала. Здесь 30 мл. Очень, кстати, милая такая баночка. Полностью квадратная. Мне нравятся такие сдержанные формы. Я очень довольна. Буду с удовольствием пользоваться. И это вообще шел набор в этом каталоге. В 16-м. 30 мл. упаковка Today. И к нему еще вот такой вот стик. Не стик, а 10 мл. Версия. Спрей. Это такой спрей, с которым у меня началось знакомство с Today. У меня он в прошлом году появился именно в таком виде. И я его весь использовала. А в этом году сейчас, кстати, буду идти к маме. Отнесу ей вот этот вот бальзам. И прихвачу с собой вот этот Today 10 мл. Попробую ей подарить. Может, ей тоже понравится. И она будет пользоваться. Хотя она не то, чтобы там маньяк по духам. Не маньячит. Но, возможно, ей понравится. И я ей с удовольствием дам. Подарю попользоваться. Также очень классно, что в Эйвене есть возможность пользоваться. Заказывать вот такие миниатюрки туалетных вод. Парфюмированных водичек. Чтобы протестировать. Чтобы не заказывать полную версию. Потому что, ну, как бы не всегда нравится. И потом оно стоит. И зачем оно нужно. И я решила в этом заказе заказать себе на пробу. Две миниатюрных версии парфюма. Первый это Эйвен Лайф. Совместно с созданным кинзотом Канда вроде как. Думаю, что это правда. Иначе бы они не использовали его имя и фотографию. Их, наверное, бы наказали за это. Так. А это Эйвен Лак. Тоже заказала. Обычный стандартный лак. Давно разработан. Уже ему несколько лет. Там, ну, первое парфюм. По-моему, Мария Шарапова его представила в каталогах. Какие мои эмоции были от этих парфюмов. Во-первых, я думала, что мне Эйвен Лайф понравится намного больше, чем лак. Потому что я слушала отзывы. И я слышала очень много восторженных отзывов по поводу Эйвен Лайф. Что это очень приятный весенний, дорогой аромат. Очень классный. А вот. А по поводу лака Эйвен Лак. Я слышала отзывы, что он там, ну, порой слышала отзывы, что он сладкий, приторный. Но мне очень хотелось попробовать. Я решила заказать. Я еще не совсем поняла эти запахи. Я только пару раз, вот, ну, один раз лак успела поносить вчера. И Эйвен Лайф тоже один раз. Но, кстати, вот Эйвен Лайф пока что мне не очень нравится. Потому что, мне кажется, он такой, весьма какой-то одного-копримитивный. Не знаю. Возможно, для него сейчас время года не подходит. Возможно, он на весну больше. Но это такой цветочный аромат. Чем-то напоминает Эйвен Фэм. Но Эйвен Фэм вообще мне очень не нравится. Он очень-очень такой резкий, цветочный. Эйвен Лайф более помягче. Но, опять же, сейчас он слишком как-то просто звучит. И, ну, такое, как вот обычная, такая цветочная какая-то водичка. Мне кажется, что нужно, чтобы он немножечко постоял, подождал еще весны. И я попробую его разносить, поносить. Потому что у меня такое бывает, что некоторые туалетные воды. Вот Эйвен, вначале как-то я их плохо воспринимаю или вообще не воспринимаю. А потом они как-то либо наступает их время. Либо что еще есть в водах Эйвен. Это я не первый раз уже замечаю. Очень часто им нужно настояться. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, их производят в большом количестве. И они со станка как уходят, знаете, разливаются. И сразу же попадают к своим покупателям. А потом проходит время. И композиция парфюмированная. Она отстаивается внутри бутылька. И как-то уже звучит более гармонично. Так у меня было с ароматом Амур. Из линейки Today to More Always. Кстати, так, по-моему, будет с ароматом Прима. Это Прима. Я два раза снимала видео. Два раза говорила, что мне Прима ужасно не нравится. Но не поверите, я ее эту неделю всю практически относила. Она как-то видоизменилась. Убралась вот эта нотка плесени. И такой мускусный аромат. Ну, в общем, не о Приме сейчас. Но вот я заметила, что некоторым парфюмам Эйвен нужна выдержка просто. Чтобы они постояли. Так что Эйвен Лайф у меня еще постоит. Посмотрю, как он будет дальше себя вести. Эйвен Лайф мне и сейчас уже очень понравился. Я вам должна сказать. Не шедевр. Но приятный. Я его вчера носила. И осталась полностью довольна. Он, во-первых, сразу, когда наносишь его первые ноты, я очень четко чувствую клубнику. Я там ощущаю клубнику. Она мне даже визуально приходит. Сразу образ клубники перед глазами. Не знаю. Аромат похож на какой-то... Он очень яркий. Такой, как фонтан. Знаете? Такой праздничный. Какой-то искрящийся, светящийся. Вот приятный аромат. Не ожидала даже. Я все так читала. Там на фрагрантике. Приторный, приторный. Думаю, ну, мне, наверное, не понравится. Но нет, мне очень нравится этот аромат. Он на меня... Мне похож на ароматы вин игристых итальянских. Знаете? Вот там бывают вот всякие вина с ароматом земляники. Или персика, или клубники. И вот этот запах ликера. Еще вот аромат игристого вина. Шампанского, да. С каким-то фруктовым ароматом. Перемешан с какой-то фруктовой одушкой. Вот не очень напоминает вот этот лак. Он и на день, думаю, только не надо им поливаться, конечно, сильно. И на вечер он зимний. Я думаю, больше зимний, больше осенний. Такой праздничный. У меня сразу Новый год. Какая-то ассоциация с Новым годом. Приятный аромат. Попробую его еще дальше поносить. Как он будет себя вести. Вот. Но очень хорошо, что можно заказывать вот такие миниатюрки. У меня сейчас стоят такие миниатюрки Персив. Иногда им пользуюсь. Потом Прима. Недавно неожиданно для себя подружилась. Да, странно. Вот. Вот эти две теперь буду разнашивать. И миниатюрка стоит с черешем, который я не могу носить. Он вообще не нравится мне. Ну, то есть вообще не мое череш. Какой-то, ну, не знаю, неприятный. Не нравится. Не могу даже описать. Тем более его нет сейчас у меня в руках. Поэтому не буду на нем задерживать свое внимание. И в подарок мне компания Avon прислала вот такого дезодоранта. Avon Sport Vitality. Это, по-моему, какая-то из туалетная вода. И с этим же ароматом есть дезодорант. Попробую пользоваться. Кроме того, мне присылали такой дезодорант от, ну, Персив. С ароматом Персив. И я маниакально разорвала вот эту упаковку. Ободрала ее. Мне потом писали в комментариях, что делать. Зачем так обдирать упаковку? Что это за приступ? Был какой-то припадок. Просто странная упаковка, как для дезодоранта. Обклеена каким-то целлофаном. Вот. Вот это был подарок. Дариному коню в зубы не смотрят. Поэтому буду пользоваться. Вот. На этом все о моем заказе Avon. Он был небольшим. Но я им очень довольна. Всем огромное спасибо за внимание. Всем до скорых встреч. Всем пока.